Приветствую вас. Да, действительно, вы Дмитрий Воротилев, с нами что девушка почувствовала, что нарушая свои личные границы, она, как я думал, оказалась не готова, вот, и, соответственно, начала защищаться. Проблема здесь заключается в следующем, Дмитрий, как бы от нее видится, глобальным смыслом словом. Сейчас в современном обществе возможность серьезных отношений не обеспечивается поцелуем на первом свидании. Куда угодно поцелуем на самом деле, будь то в щеку, будь то в губы, вот, то есть в щеку там мощь, да, если там, ну, люди вот так выстраивают общение, вот, кто-то просто целуется, кто-то нет, кто-то зависит от воспитания. Но, так или иначе, поцелуй, то есть нарушение личной границы, вход в интимную зону, не то, что обеспечивает возможность построения серьезных отношений. Это, в первую очередь, постепенность, во-первых, сближения, а во-вторых, контекстность сближения. То есть сближения должен быть контекст, который, как бы, идет параллельно этому самому сближению. Вот. И у вас здесь, Дмитрий, есть противоречия. Противоречия, по одной стороны, выходить из серьезных отношений. И здесь есть проблема, потому что, спросите, серьезных отношений для чего, серьезных отношений с кем, серьезные отношения, это вообще как? То есть, вам, то есть, вы во главу угла ставите не человека, а именно серьезные отношения. А серьезные отношения, это какие? Это какие серьезные отношения, это какие? Что можно считать? С серьезными отношениями, а что нет? Например, согласна ли девочка с тем, какие серьезные отношения, а какие нет? Да, и самое главное, отдаёте ли вы, допустим, себе тот же отсчёт в том, что, ну, ставя во главу угла отношения, вы отодвигаете как бы на задний план то, что есть ещё сам человек, который, ну, как бы, получается для вас на втором месте. Вот. Это первое. Второе. Противоречие. То есть, вторая сторона. Противоречие. Заключается в том, что поцелуй на втором свидании, это про сближение, это про стуто интимно, и с серьёзными отношениями это не имеет никакой связи. Вот. Потому что, ну, на данный момент, на данный момент, да, то есть, понимаете, вот подобное поведение, да, оно может быть, оно безусловно может быть, в современном обществе оно существует, оно нормально, оно естественно, но оно исключает серьёзное соотношение. То есть, всё такое серьёзное соотношение здесь. Это постоянство. Это постоянство. Это стабильность. Это стабильность присутствия человека в социальном, информационном, психологическом поле другого человека. Вот подобный вход в интимную зону, это исключает. Быстрый вход в интимную зону, это исключает. Потому что значимость такого интимного взаимодействия, она, ну, абсолютно не котируется. Вот. И это нужно очень хорошо понимать, Дмитрий, и понимать, что у вас такой вот противоречий. Опять же, как бы сказать, можно было бы на втором, условно говоря, свидании, да, там, входить в интимную зону без проблем. Если бы у вас была развода, вот эта вот контекстность, как я уже сказал, взаимодействовать. То есть, контекстность, это вот тот фон, тот фон, та параллель, на которой вы взаимодействуете абсолютно на равных. И если бы, если бы подобная история была бы, то вообще никаких сложностей с этим бы не было. Вот. А так, вот, если я, значит, правильно понял ваш текст, да, общались с девушкой, общались с девушкой, два раза не видишь, каждую вторую встречу, перепрощение, хотя бы поцеловать ее. А, тут вот, все значит, общались. Общались о чем? Какое значение для вас имеет то, о чем вы общаетесь? Какое значение для девушки имеет то, о чем вы общаетесь? Ну, это вот, ключевые вам моменты, на которые вам, Дмитрий, нужно обратить внимание. Не строятся серьезные отношения, как вы говорите, да, на вот, общение. Вот, общение без, ну, без предмета какого-то, да, вот. Ну, как-то так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, ну и надеюсь, что ваша ситуация разрушится самым лучшим образом. Удачи! 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 Удачи!